Добрый день, уважаемые коллеги! Начните представить вашему вниманию доклад, посвященный изучению вопроса проведения послеоперационной лучевой терапии немелкоклеточного рака лёгкого третьей стадии при поражении ипсилатуральных лимфоузлов средостейни. В России ежегодно диагностируется около 50 тысяч новых случаев рака лёгкого. Среди этих больных более чем у 57% пациентов установлена первая, вторая, либо третья стадия заболевания, при которых наиболее высоких показателей выживаемости удается добиться при выполнении радикального хирургического лечения. Однако, даже среди пациентов, в котором выполнена радикальная операция, показатели общей пятилетней выживаемости составляют всего от 41% до 65% при первой стадии. С другой стороны, у данной группы пациентов регистрируется достаточно высокий процент локорегионарных рецидивов, который составляет от 19% до 57% при различных стадиях заболевания. Эти данные обосновывают изучение дополнительных методов лечения, таких как адвивантная химиотерапия и послеоперационная лучевая терапия. По результатам нескольких рандомизированных исследований и метаанализа было установлено, что проведение послеоперационной химиотерапии достоверно повышает показатели пятилетней выживаемости от 4% до 15% для пациентов со второй-третьей стадии немелкоклеточного рака легкого за счет снижения риска отдаленного метастазирования. Однако положительного влияния адвивантной химиотерапии на уровень локорегионарного контроля заболевания выявлено не было. Таким образом, послеоперационная лучевая терапия остается практически единственным методом возможного предупреждения локорегионарных рецидивов у оперированных больных немелкоклеточным раком легкого. В 1998 году был опубликован, в 2005 году обновлен метаанализ послеоперационной лучевой терапии, включивший в себя результаты лечения более чем 2000 больных немелкоклеточным раком легкого из 9 рандомизированных исследований. По результатам анализа, послеоперационная лучевая терапия достоверно снижала показатели общей двухлетней выживаемости на 7%. В свою очередь, при проведении послеоперационной лучевой терапии риск локорегионарного прогрессивания был ниже на 24% вне зависимости от распространенности заболеваний. Однако практически сразу данный метаанализ подвергся критике, так как неудовлетворительны показатели общей выживаемости, а также относительно низкий уровень локорегионарного контроля в группе пациентов с применением одевантной лучевой терапии мог быть связан с использованием в большинстве работ устаревших технологий лучевой терапии, а также необоснованно больших объемов облучения и суммарных очаговых доз. Наиболее полное сравнение эффективности проведения послеоперационной лучевой терапии по современным технологиям и по устаревшим методикам проведен в метаанализе, опубликованном в 2013 году. В исследование вошло 2387 больных, не мелкоклеточным раком легкого, из 11 рандомизированных научных работ. В одном из исследований послеоперационной лучевой терапии проводилась только на гамма установках, в шести на гамма установках и линейных ускорителях электронов, четырех только на линейных ускорителях электронов. Суммарно очаговая доза варьировалась от 50 до 60 грейн. По результатам проведенного метаанализа было выявлено, что для всех групп пациентов проведение послеоперационной лучевой терапии не повышало показатели общей выживаемости. Однако при анализе подгруппы пациентов, облучавшихся на линейных ускорителях электронов, показатели общей выживаемости были статистически значимо выше. Помимо этого было установлено, что проведение послеоперационной лучевой терапии позволяет снизить количество локальных рецидивов, вне зависимости от аппарата, при помощи которого проводилась лучевая терапия. Но наибольшего локального эффекта от проведения послеоперационной лучевой терапии удалось добиться при использовании линейных ускорителей электронов. Применение послеоперационной лучевой терапии, в том числе и в сочетании с химиотерапией у радикально оперированных больных немелкоклеточным раком легкого, при поражении псилатеральных лимфоузлов средостения, общепризнанно и предусматривается клиническими рекомендациями как в Европе, так и в США. Однако в настоящее время в соответствии с концепцией персонализации лечения проводятся различные исследования, посвященные поиску возможных предикторов эффективности послеоперационной лучевой терапии для этой обширной и разнородной группы больных. В одной из таких работ авторам удалось выявить зависимость показателей общей и болезнь специфичной выживаемости от соотношения количества метастатически пораженных лимфоузлов к общему числу удаленных лимфоузлов. В группе больных немелкоклеточным раком легкого, у которых данное соотношение было меньше 0,31, показатели общей и болезнь специфичной выживаемости были статистически значимо выше по сравнению с группой пациентов, у которых этот показатель был более 0,31. В другом исследовании был разработан прогностический ИДНС, включающий в себя информацию о стаже, курении пациента, клинические данные о поражении медиастанальных лимфоузлов, до хирургического лечения и количестве пораженных лимфоузлов по результатам гистологического исследования после операционного материала, позволяющие отнести каждого пациента к благоприятной или неблагоприятной группе больных с точки зрения общей выживаемости и риска локорегионарного прогрессирования. При значении индекса более трех пациенты относились к группе высокого риска прогрессирования, и в этой группе показатели общей выживаемости были ниже, а риск локорегионарного прогрессирования выше по сравнению с подгруппой пациентов низкого риска. Дополнительно авторы провели сравнительный анализ эффективности послеоперационной лучевой терапии в этих подгруппах. В группе низкого риска вероятность локорегионарного рецидива, как правило, была выше у пациентов без послеоперационной лучевой терапии. Существенных различий в общей выживаемости не наблюдалось. Однако в группе пациентов высокого риска послеоперационная лучевая терапия значительно снижала вероятность развития локорегионарного рецидива с 38% до 6%, различие статистически значимое, а также позволяло повысить показатели трехлетней выживаемости с 39,7% до 79,2%. Также различие достоверно. Учитывая последние тенденции в изучении вопроса назначения курса послеоперационной лучевой терапии, мы пронизировали результаты лечения 212 больных немелкокличным раком легкого, диистологически подтвержденным поражением медистональных лимфатических узлов по данным исследования послеоперационного материала. Данным пациентам в нашем центре в период с 2008 по 2019 год было выполнено радикальное хирургическое лечение в самостоятельном плане или в сочетании с послеоперационной лучевой терапией. Группу хирургического лечения составило 69 больных с медианой наблюдения 19 месяцев. Группа послеоперационной лучевой терапии были включены 143 пациента. Медианное наблюдение в данной группе составило 24 месяца. На данном слайде представлены сравнительные характеристики групп. Как видно, возрастной и половой состав групп был схож. Оценка статуса по шкале ЭКОК в группах также была идентична. По размеру и распространенности первичной опухоли легкого группы не различались. По морфологическому типу и локализации в опухоли статистически значимых различий между исследовательными группами не было. По объему хирургического лечения, а также по частоте проведения одевантной химиотерапии на образе препаратов платины группы не различались. При дозиметрическом планировании лучевой терапии клинический объем облучения включался культиобронха и псилатеральный корень легкого приорганно-сохраняющей операции и лимфатические зоны средостения. Верхняя и нижняя паратрахеальные зоны справа и слева, превоскулярная, ретатрахеальная, субортальная, параортальная, бифуркационная группа лимфатических узлов по классификации международной ассоциации по изучению рака легкого. При локализации опухоли легкого в нижней доле во всех случаях в объем облучения включалась восьмая зона лимфатических узлов средостения. Планируемый объем облучения был больше клинического объема облучения на 5 мм и определялся с учетом экскурсии грудной клетки при дыхании и возможной погрешности при укладке пациента на лечебном столе. При проведении послеоперационной лучевой терапии до суммарно-чуговой дозы 44 г. клинические значимые токсичности облучения третьей степени, то есть кальярток, со стороны пищевода отмечалось только у 4% пациентов. Токсичности четвертой степени и отдаленных послучевых осложнений со стороны пищевода не наблюдалось. Также не отмечалось развитие клинической значимой токсичности третьей и четвертой степени со стороны легочной ткани. Локальный субклинический пневмофиброз в зоне облучения развивался порядка уж 70% больных немелкоклеточным раком легкого, а зона пневмофиброза была ограничена 80-90% из-за дозной кривой. На данном слайде представлено изображение по результатам сияния контрольных компьютерных томограмм с 3D-дозаметическим планом послеоперационной лучевой терапии, по которому проводилось лечение. При анализе в целом по группам исследований показатели общей пятилетней выживаемости группы послеоперационной лучевой терапии был выше на 26% по сравнению с группой хирургического лечения и составил 43,2%. В обхирургическом лечении данный показатель достиг 16,8%. У пациентов из основной группы до 60 лет проведение послеоперационной лучевой терапии статистически значило повышало общую пятилетнюю выживаемость на 30%. Соответственно, 47% в группе лучевой терапии против 16,5% в группе хирургического лечения. Для больных старше 60 лет общая четырехлетняя выживаемость была выше в группе послеоперационной лучевой терапии на 19% по сравнению с группой хирургического лечения, что говорит о приемлемой токсичности лечения. Выявлено статистически значимое увеличение четырехлетней выживаемости при проведении послеоперационной лучевой терапии при центральной локализации в опухоли на 32%. 46% в группе лучевой терапии против 14% в группе только хирургического лечения. Однако при периодическом раке лёгко достоверных различных показателей общей выживаемости не установлено. Подгруппе пациентов с плоскоклеточным раком лёгкого, среди больных которым проводилась послеоперационная лучевая терапия, также выявлено статистически значимое повышение общей выживаемости на 44%. 52,8% в группе лучевой терапии против 8,7% в группе хирургического лечения. А также обнаружены тенденции к увеличению общей выживаемости при аденокарциноле. При размере первичной опухоли до 5 см, то есть Т1А, Т2Б стадия, статистически значимых различных показателей общей выживаемости не выявлено. Однако в подгруппе пациентов Т3, Т4 общая 4-летняя выживаемость в проведении послеоперационной лучевой терапии была статистически значима выше на 18% в группе послеоперационной лучевой терапии. Соответственно, в группе хирургического лечения данный показатель составил 16,2%, в группе послеоперационной лучевой терапии – 34,3%. При сравнительном анализе выживаемости без локорегионального рецидива, в целом по группам исследований, данный показатель был статистически значимы выше в группе послеоперационной лучевой терапии на 46% и составил 69,7% по сравнению с группой хирургического лечения, где он равнялся 23,6%. Проведение послеоперационной лучевой терапии статистически значимо позволяло повысить показатели выживаемости без локорегионального рецидива вне зависимости от возрастной группы пациентов, а также при центральной опухоли. Статистически значимых различий в показателях выживаемости без локорегионального рецидива не выявлено при периферической локализации первичной опухоли. Проведение послеоперационной лучевой терапии улучшило показатели выживаемости без локорегионального рецидива при плоскоклеточном морфологическом типе опухоли, однако различных данных показателей выживаемости при данной карциноме выявлено не было. При размене первичной опухоли до 5 см наблюдалась четкая тенденция к увеличению выживаемости без локорегионального рецидива, А в подгруппе Т3 и Т4 данный показатель был статистически значимым в высшем группе послеоперационной лучевой терапии. Заключение. Послеоперационная лучевая терапия в рамках использованных в данном исследовании объемов облучения суммарных очагового ГОСТ-доз при лечении больных немелко-окречным раком легкого с методосическим поражением эмфатических узлов средостения не имеет возрастных ограничений. Послеоперационная лучевая терапия может быть рекомендована при центральном плоскоклеточном раке легкого, а также при местной распространенности первичной опухоли Т3 и Т4. Целесообразность послеоперационной лучевой терапии в радикально оперированных больных периферическим немелко-окречным раком легкого и аденокарциновой всех локализаций, а также при размере первичной опухоли легкого Т1А, Т2Б требует дальнейшего изучения. Благодарю за внимание. Продолжение следует...